Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео! Всем привет! Очень рада видеть вас на своем канале! Сегодня снова с вами я, Ольга, и давно очень не выходили мои видео. Прошу прощения, и поговорите сегодня с вами, я хочу, о такой щепетильной теме, как нафтезиновая зависимость. Для меня эта тема как бы особо острая. Если у кого-то были такие проблемы, связанные с частым употреблением этих капель нафтезин, и без которых вы уже не могли обходиться, то это видео именно для вас. У меня, допустим, расскажу из своего случая, нафтезин попал ко мне в сумочку, в карман, на тумбочку, везде, и попал он на очень долгое время. Это порядка 10 лет, это то, что я просто без него не могла обходиться, это было очень сложно, и если я где-то его вдруг теряла, я просто находилась в какой-то панике, так как у меня оттекала носоглотка, я не могла дышать. У меня сразу начинала болеть голова, и вы знаете, посещение у лор-врача ничего не дали, как только какие-то советы поменять капли или еще что-то, но капли, покупать другие капли, я не получала того эффекта, как эффект от нафтезина. У нас, он в Беларуси называется, нафтезин. Ну и давайте начнем, это такое предисловие с того, что однажды я лежала с дочерью в больнице, и также с собой у меня, как всегда, была куча бутылочек, и тут одна уже подходила к концу, последняя, и она где-то ночью у меня завалилась за кровать, и я ее и долго искала. И на что мне соседка по палате девушка спросила, что ты там среди ночи рыла под кроватью, так панически. Ну и рассказала я ей, что искала пузырек с нафтезином, так как заложила нос, а капала я довольно часто, порой через два часа, иногда и каждый час, потому что, несмотря какой фирмы покупаешь нафтезин, один какой-то оказался покрепче, другой какой-то послабее, на что она мне начала рассказывать свою историю, как она освободилась. Хотя у нее был, короче, пятигодовой опыт нафтезиновый, она рассказала мне свою историю, что ей помогли очень вот такие вот, девчонки, капли, девочки, мальчики, кто смотрит мои видео, это капли называются Назанекс, это не капли, а спрей назальный, его хватает на месяц, и как она сказала, срок, То есть, нужно два месяца пользоваться им, чтобы окончательно забыть про тюбик с нафтезином и вообще какими-то каплями, но одного этого, конечно, не хватает. Изначально понятно, что несколько пшиков в нос, все равно отек остается, все равно тяжело дышать. То есть, первое время я еще пользовалась нафтезином. Вот это российский у меня нафтезин, вот это нафтезин нафазолин белорусский. То есть, еще несколько дней я продолжала капать нафтезин. Далее, я уже купила детский нафтезин, то есть, с меньшей дозировкой, хотя он мне немного сложнее пробивал нос, но я старалась как-то выдержать это, потому что это было уже не столь критично. Пользоваться этим спреем нужно два раза в день и сначала по два пшика, через неделю уже по одному пшику. Далее, я начала замечать, буквально уже через неделю, что нафтезином я стала капать где-то всего лишь около трех раз в день. И мне этого уже хватало. И что я заметила, что ночь я сплю спокойно, я не просыпаюсь и не ищу судорожно тюбик с каплями. И далее, следовало где-то уже через неделю-полторы уже полностью оставить нафтезин или нафазолин. И заменить их вот такими каплями, которые называются ксилин. В Белоруссии ксилин, ксиламетазолин, там как-то еще по-другому есть название. И знаете, эти капли катастрофически не пробивали нос. Я порциями просто заливала, мне бегло от них носоглотку. Отек, конечно, немножко проходил, но эффект был точно не нафтезиновым. Но это надо было хотя бы вытерпеть один день. Это не столь критично, это облегчает, но нет такого, конечно, эффекта. Но это надо было выдержать. Спустя уже две недели я поняла, что я уже и ксилином капаю всего раза, наверное, 4 в день. А нафтезин уже все, исключен полностью. И вот прошел уже месяц и неделя. У меня уже начался второй тюбик на Занекса. И ксилин у меня уже расходуется всего лишь 2 раза в сутки. Это примерно в 3 часа дня и перед сном. Далее я буду заменять ксилин взрослую дозировку на детскую. И дальше продолжать. И, знаете, я надеюсь, что этот метод мне до конца поможет. И хочу сказать, что я не врач. Я не даю рецепт. Я просто рассказываю, как я освобождаюсь. И как помогает и действует мне вот этот препарат на Занекс. И как он помогает. И очень прошу всех, кто сталкивался с такой проблемой. Обязательно напишите в комментариях, как вы освободились от этой неприятной вещи, как нафтезиновая зависимость. И, возможно, мое видео будет для вас также очень полезным, если у вас что-то не получается. И на этом, наверное, я буду заканчивать. И обязательно я вам расскажу позже, когда полностью закончится 2 месяца, закончится курс лечения на Занекс. Я вам расскажу, как дышит мой нос. И на сегодня у меня все. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok